Десятиклассник Саша Моторов с лёгкостью за пару минут собирает вокруг себя любителей мистики. В семь лет отец в шутку показал сыну пару трюков с картами. Тогда он не думал, что для Александра это станет серьёзным увлечением и работой на детских праздниках. Это кто у нас? Шарик. Зажми крепко. Кто у меня пошёл? Кладём руку. Пусть ты? Исчезает. Открой свою руку. Ловкач умудряется просунуть монеты в узкое горлышко бутылки. Рядом с ним исчезают горящие сигареты. В сумке у подростка блокнот, маркер. И это не школьный набор, а атрибуты для фокусов. Шарики, очки, игрушки животных тоже для манипуляций. И, конечно же, коллекция карт обычных и дизайнерских. Кстати, стоят они по тысяче рублей. Когда показываешь фокусы, просишь зрителей расписаться, чтобы там карт никак не подменить. Есть разные автографы. Даже есть Сафроновых. Это Андрей Сафронов, это Сергей Сафронов. Александр сам разгадывает фокусы, много читает и часами тренируется на публике. От трясущихся рук и волнения позволяет себе принять немного валерьянки. Бывало, обжигался. Прокалывал иголками и резал лезвиями рот. В отчаянии сколол картами потолок своей комнаты. Но родители всё равно дают деньги на реквизит. Всякие фокусники с Америки придумывают. Рассекретно дадут деньги определённые. Смотря какой фокус, некоторая сумма достигает от 300 рублей, некоторые до 5 тысяч доходят. Даже больше. Ты раскошелился на стройку? Да, нам очень много есть. Ну, где-то тысяч тридцать минимум. Уссурийского иллюзиониста приглашали работать в казино. Отказал. Говорит, опасно. А вот в школе Саша не прочь пошалить. Но учителя пресекают и отбирают карты. В жизни мне помогают всякие шпаргалки пряты. Даже на экзамене я много чего уже использовал. Недавно был по математике. Никто ничего не заметил. Всё чисто сделано. Вот так держу ладошку и пальцем крути. Я ничего не делаю, да? Был на болтик. Быстрее крути. Раз. И болтик начинает. Видишь, гайка скручена. Всё раз не получается. Или тут какой-то магнит или что, не знаю. Фанаток у Александра Моторова нет. Да и ему пока не до девчонок. Молодой фокусник купит номера для собственной программы, чтобы поехать на чемпионат мира в Москву.